Привет, сегодня покажу пару товаров, которые я купила на Алиэкспресс давным-давно, и это они лежали-лежали, и наконец-то я решила их показать, или нашли руки до них. С первого, чего я начну, это пластина для стемпинга с елочками. Думала, будет интересно, почему бы и нет купить такую пластину, но мне она вообще не понравилась. Ну вот от слова совсем. Я буду делать отштамповку гель-красками. Некоторые писали, что гель-красками работать – это возня, нифига. У меня что бардак с простыми лаками, что бардак с гель-красками. Разницы вообще не вижу. Так как я собираюсь работать всегда, обычно, гель-красками, поэтому ими и пытаюсь. Что мне не понравилось в этой пластине? Очень такие толстые прорисовки. Рисунок практически не читается. Мне бы потоньше, поизящнее. Очень глубокая гравировка. И даже где-нигде мне не получалось, вот на этой елочке типа висят игрушки или что там, но ничего не видно. Это было очень быстро, понимаю, но проступаем дальше. Эта пластин мне понравилась больше. Купила ее именно из-за снежинок. Вот эти всякие снеговики мне не нужны. Ну а вдруг пусть лежит. Как говорится, пластин для стемпинга, они пожизненные. Но эти, как оно называется? Снежинки, они такие большеватые. Я использую на ноготках более мелкие, но тем не менее пусть будет. Почему бы и нет. Все прекрасненько отпечатывается. Также делаю это все гель-красками. Эту снежинку я перед нанесением просушила, иначе так она размазюкивается. Пластина шикарная, все. Следующая пластина мне понравилась не сильно. Очень люблю вот такой накладной стемпинг. Не знаю, как он называется точно. И было интересно. Вот идея просто интересная. Но я вышла из ситуации. Вот эта, кстати, пластина, она наносится вот три подряд. Сейчас я покажу. Идут три подряд большие снежинки. Раз, два, три. Да, и вот так вот вниз. И три подряд маленькие. Вот, показываю, да. Блин, идея очень интересная. Но, 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 но в жизни, так как мы все-таки ногти смотрим не вблизи, а издалека, получается просто месиво. Тут я делаю уже лаком для стемпика, потому что, ну, чтобы быстрее притихало, да, легче отпечататься. Прямо покажу вам наглядно, что я имею в виду, что надо брать не три рисунка подряд, а все-таки два, потому что реально получается месиво. Вроде вблизи получается. Интересненько. Ну, вот издалека, как мы реально смотрим на ноготочки, это месиво. Просто месиво, там ничего не понять. Рисунок не читается, поэтому я советую, пластины все-таки интересные, брать только два рисунка. Допустим, первый, второй, первый и третий. Получается интересно. Тут я третий ряд сделала серебристым, насколько я помню, и ничего не видно, поэтому я беру черный гелак. И вот именно черным покажу вам, что получается месиво. Эту пластину долго, я думала, купить или нет. Такие, кстати, пластины были у Сиси, Сиси Мисси, как их раньше называли. Они были на Алиэкспресс, сейчас их нет. Просто месиво, ничего не видно, ничего не понятно. Поэтому советую, сейчас покажу, вот именно, когда два рисуночка, получается прикольненько. Я сделала то черно-белым, естественно, вы можете сделать любой цвет, просто черным будет наглядно видно, что я маю на увазе, да, что я имею ввиду. Вот. Пластина шикарная, но что-то я уверена, что что-то я ей пользоваться не буду. Слишком такие замудренные, да, рисунки. Но я ее хотела купить. Пусть лежит, как говорится. А вдруг, когда-нибудь я до нее дойду. Интересная все-таки пластина. Эти формочки я купила на пробу, да, купила формочки. Думала, у меня постоянно нет 50 копеек или еврика, чтобы вставлять тачку. Это я из геля намутила гель. Вы же знаете, что гелем я не пользуюсь. Вот я все время думаю, куда его впихнуть. Я намутила гель, сделала замес. И вот их сделала. Эти типсы, вот этот, как оно, чип. Чип работают они хорошо, но не во всех магазинах. Очень удобная штука. Наделала я их целую кучу. Дарю тоже своим девчонкам. Пусть пользуются на здоровье. В норме, по-моему, оно работает. В деке оно работает. Была в Рейване, сработала. Ну, так я хожу, большей части, в Лидл. Вот такой замес тоже я сделала. Не помню, что там я насыпала. Жалко, не снимала видео. Но такой гель классный получился. По-моему, там поталь, блесточки. И вот такой шикарный цвет получился. Уже с разходового грамм 8 с гелем. Прекрасненько засовывается в тачку. Вы тачку вытаскиваете. И так же чипс, этот чип вытаскиваете и ложите в кошелек. Прекрасненький вариант. Как раз для меню. Так, следующая пластина обалденная. Прям вот, девочки, супер-пупер пластина. Я такое люблю. Вот такой вот на весь ноготок. Мне очень понравилось рисунок второй слева. Вообще шикарные рисунки. Такое вот абстрактное. Я очень люблю. Так же делаю это гель-красками. У меня есть гель-краски такие с блесточками от Бьюти Люкс. И вот все, хочу начать ими пользоваться. И вот почему бы нет. Шикарно просто отпечатывается. Их не нужно дополнительно просушивать перед нанесением. Они никуда не стекают, не скукоживаются. Прекрасненько лежит. Так же вот, допустим, вот этот вариант мне напоминает этот каракелюр. Можно отпечатать любым цветом, на любой цвет. И будет каракелюр. Шикарный такой дизайн. Кстати, я показывала каракелюр. Я купила на пробу. И что-то мне не понравилось. Пока вот оно разбежится, а вдруг не разбежится. Вот имитация каракелюра шикарная. У меня уже есть пластина, которая имитация паутинки. Вот у меня пластина имитация каракелюра. Шикарно, да? Прикольно. И вот это мне тоже бульбочки. Я тоже очень люблю. И бульбочки тоже покажу. Втираю пластину. Вот эту пластину, эту гель-краску, чтобы не использовать много. И потом одним махом слева направо убираю лишнее. И это эти гель-краски от Beauty Lux. Вообще не нуждаются в дополнительной просушке. Сейчас покажу, что я еще не просушивала. Никто никуда не убежал. Прекрасненько работает гель-красками. Я прям вот загорелась работать с ими. Ничего никуда не убегает. Просушка не нужна дополнительная. Все прям шикарно-шикарно. И эта пластина большая. У меня спрашивали ссылочку на нее. Тогда мне что-то там заглючил телефон. Я сказала, что оставлю ссылку, естественно, позже. Ссылочки все в описании. Вот такие огромные пластины. Я вообще обожаю. Прям у меня прям любовь к большим пластинам. Но которые продаются на Алике, которые я еще не купила. Мне просто неинтересны. И очень жаль, что нету новых пластин. Почему-то все одно и то же. И ничего новенького. Также покажу работу. С этой пластиной, естественно, рабочая. Обалденная гравировка. Все прекрасно опечатывается. Также это показываю красками от Beauty Luxe. Которые шиммерные. У меня целый набор. И не пожалела, что я его купила. Там хоть и выбор цветов не сильно такой. Вот я побольше бы сделала. Но тем не менее. Обалденно смотрится. Также не просушивала ни разу. Ни до, ни после. Все шикарно. Не растекается. Никуда не убегает. Вот. Красотень просто. Пластина рабочая. Не уверена, что я буду делать прям целое видео с дизайнами с этой пластины. Потому что, блин, вообще нема времени. Ничего не успеваю. Хотя не работаю. Да, вот интересно. Я не работаю. Как вот все люди успевают, которые еще и работают. Тут я показываю такой сиреневый цвет. Тоже шикарно смотрится. Такие соты отпечатала. И также покажу потом, что я не просушивала. Ничего никуда не убегает. Прекрасненько работает. Вот этот дизайн такой интересненький. Пятнышки прикольненький такой. Миленький, да? Сделать беленьким. И будет имитация снежка на Новый год. Почему бы и нет? Все так же самое. Не просушивала. Все так же самое. Никуда не убежала. Поэтому гель-красками работать. Не уверена, что это, ну, типа, как говорится, месиво. На, и все прекрасненько. Все шикарненько. У меня тот же самый бардак, что и с простыми лаками для стемпинга. Также купила себе вот такой вот переходник. У меня телефон Samsung. А наушники еще и старые. И вот на них покупала я еще в Германии за 15 евро переходник. И вот нашла на Алике подешевле. Почему? Думаю, не купить пробу. Ну, такой же самый. Теперь у меня два переходника. Вот. И также купила наушники. Вот почему я покупаю переходник. Потому что мне неинтересно искать именно наушники. Вот именно вот с таким переходником, чтобы подходил к моему телефону. Мне легче просто купить наушники и вот ставить их в такой переходник. Наушники, в принципе, нормальные. Я в них просто смотрю YouTube. Просто это. Поэтому там сильно бас и масса мне не нужны. Самое главное, чтобы они были симпатичные и не шумели у меня в ушах. Мне пока качество этих наушников нравится. Также купила вот такие пластины. Попробовать, да, это подложки для стемпинга. Вот на пластины, у которых нет подложки. Сначала подумала, зачем мне нужны, кстати, пришли они вот такие вот у меня кривые косые. Сначала думала написать отзыв этому дяде. Но потом передумала, ну, то что думаю, сначала проверю их. И когда вы приклеиваете пластину, приклеиваются они, кстати, шикарно, очень быстро. Тут же эта пластина, подложка выпимляется. Поэтому не стала я писать плохой отзыв. Все, в принципе, нормальненько. Сейчас покажу пару пластин, как я их приклеила. Сильно я там не метилась, мне это не важно. Просто прикладываете одну сторону и шлеп, и оно приклеилось. И все, и эта пластина, эта подложка выравнивается тут же моментально. И, кстати, потом я еще положила их под упаковку пластин. И вот они там пролежали недельку. И все прекрасненько, все хорошо. Поэтому все-таки палец вверх. Нашла у себя кучу пластин, которые, оказывается, были без подложки. Мне хоть это не мешает совершенно. Но, тем не менее, решила протестировать, показать вам, что есть такой вариант. Не такой уж он дешевый. 5 евро. Ну, в принципе, 50 центов. Одна подложка. Ну, в принципе, нормальная цена. Так что вот, прекрасненько клеются. У меня еще три остались. Ну, а вдруг когда-нибудь я куплю пластину, у которой они будут подложки. И вот. Прикольненько. Мне нравится. Хотя мне не мешает, что они без подложки. Я не режусь, не ранюсь. Поэтому все было бы шикарно. Просто попробовала, как оно. Вот. Также купила вот такие вот верхние формы. Я уже их тестировала. В принципе, что их тестировать? Верхние формы, как верхние формы. Поняла из работы. Сейчас я частенько работаю верхними формами. Что, естественно, не каждая верхняя форма подходит до каждого клиента. Это все дело индивидуальное. Конечно же. Я пыталась вот этой формы сделать овал. И могу сказать, что нет. Это все-таки верхняя форма не подходит. Потому что мне пришлось столько выпилить, столько опилить. Но вот если делать вот такую форму, ну типа не коверкать ее, то форма шикарная. Апекс у нее достаточный. Мне нравится. Освободила я место своей коробочкой, которой пользуюсь. И вот туда их положила. И вот буду пользоваться. По крайней мере, стараюсь пользоваться верхними формами почаще. Они все-таки удобные. Мне посоветовали, кстати, у меня в Телеграм на моем канале купить такие фрезы. Я подумала, ну почему бы нет, попробуем. Реально, спасибо большое за ссылочку. Мне они очень понравились. И даже кончик у них рабочий. Опиливает очень так нежненько, деликатненько. Насечка такая зеленая-синенькая. Ссылочка будет под видео. И даже не пожалела, что аж целый комплект. Кстати, цена у них очень даже хорошая, доступная. Купила вот такой вот дырокол. Давно не усмотрю, но они такие дорогие. Вот именно с лепесточками. Я вот нашла подешевле. Он прекрасненько работает. Сделала вот из гель-краски вот такие вот лепесточки. Пока только три цвета. Планирую еще больше. Но это не точно. Пока вот оно, в принципе, уже пока не надо. На следующую осень почему бы нет. Очень удобненько. На базу приклеил. Они очень мягкие, гибкие. И там можно оформить, делать прорисовочку. И уже дизайн готов. Налепить можно любого цвета. Допустим, вы там делаете, не знаю, там красные ногти. И вот такого красного цвета можно сделать такие лепесточки. Рисовать их долго и нудно. А вот так вот дыроколом напечатать. Очень даже быстренький способ. Сам рисунок мне не сильно понравился. Но, тем не менее, листочек читаемый. И это самое главное. На этом у меня все. Спасибо, девчонки, за просмотр. Спасибо за вашу поддержку. Обязательно оставьте комментарий. Мне очень приятно и интересно почитать. Не забывайте подписываться на мой канал. И приходите в группу к нам, к телеграм. На этом у меня все. До скорых встреч. Пока-пока. Какого черта здесь рыбка? Я не помню. Но ведь мне понравилась золотая рыбка. Загадывайте желание. Может исполнится. Чао.